Приветствую вас и вначале немножечко поговорим о вариантах. Какие варианты здесь есть? Во-первых, вас никто не осудит и вы не будете выглядеть унесены, если, например, скажете ему, что присмотрели свою позицию И поскольку вы оба в курсе ситуации друг друга, то есть вы в курсе, что он развалиться не собирается А он в курсе, что кроме вашего мужа у вас не было мужчины, что вы тоже не собираетесь выходить замуж То нет ничего удивительного и предрассудительного в том, чтобы сказать ему одно Что вы пересмотрели свои взгляды и, в общем-то, хотели бы с ним встретиться и хотели бы с ним вступить в более близкие интимные отношения То есть в данном случае нет причин для того, чтобы в этом себя ограничивать То есть, смотрите, мужчина, он ведь знал, что у вас не было никого, кроме мужа И, понимаете, именно это двигало вами, вероятно, когда вы ему отказывали Хотя вы отказывали ему, потому что не были готовы И вот не очень понятно, что вам нужно было для готовности Особенно если учесть, что ни вы, ни он не собираются строить друг с другом отношения И, как бы, изначально речь идет о том, чтобы просто провести время вместе Непонятно, какая именно готовность вам нужна была То есть, в чем вы были не уверены в себе И нет ничего дурного в том, если вы напишите это именно так То есть, нет ничего дурного в том, чтобы прямо, четко, ясно сказали ему, как есть Второй вариант Это вариант такого плана, что у вас явно потребность секса Она, как бы, на мой взгляд, достаточно очевидно выражается И нет оснований полагать, что она ненормальна И нет оснований так не думать, что вы не имеете права ее удовлетворять А это значит, что вы можете, например, встретиться с другим мужчиной Вы можете провести время с другим мужчиной, любым Снять сексуальное напряжение И тогда Никто не знает, может быть, этот мужчина перестанет вас волновать То есть, тут решать вам, на самом деле Насколько вы к нему испытываете влечение Почему именно к нему, чем именно он вас привлек И так далее Если он не нужен вам, как муж, то Почему бы не попробовать провести время с другим мужчиной? Если вам нужен только этот мужчина, то Скажите правду, по крайней мере, один раз в вашей ситуации Это совершенно нормально И я думаю, что мужчина воспримет это хорошо, если вы будете с ним честны Потому что честность поможет вам донести до него свою позицию Но, с другой стороны, обязательно поясните ему И вот это, на самом деле, самое важное Почему вы не были готовы сразу С чем была связана ваша неготовность Если вы просто боялись, что у вас будет другой мужчина Потому что у вас на протяжении всей жизни был только один То это, наверное, может донести этому вашему настоящему мужчине Может быть, более детально Чтобы он отдавал себе отшерстон Насколько для вас это важно А у меня отвозилось ощущение, что вы это, как бы так Между прочим, упомянули еще Для мужчины вы опытные А опыта у вас, как я понял, гораздо-таки немного И, может быть, если именно это вас останавливало Чтобы вступить в отношения с мужчиной То ему вот это нужно было донести, чтобы он понимал А он пока думает, что вы просто над ним издевались Вы просто его, не знаю, использовали для себя Или динами, или как это можно говорить Или что-то еще Вы постарались обрисовать свою позицию Не стыдиться себя Не думать о том, что вы будете унижены, например, и так далее Нет ничего плохого в том, чтобы реализовывать свои желания Но только не вовредь себе Понимаете? Вот и все Поэтому я думаю, что первый вариант это честность И откровенность Потому что, ну, по-другому вам ситуацию именно с ним не разрешить А второй вариант это, собственно, это замещение При условии, что вами движет именно сексуальный интерес В принципе, снижение сексуального напряжения Позволит вам этого мужчину забыть Если он вам действительно нелюден как муж Я думаю, что у вас синдром нереализованного желания То есть вы не можете всего забыть, потому что хотели Хотели и уже готовились Но в последний момент все не получилось И в этом случае я бы рекомендовал вам Ну, быть решительным и рассказать все как есть Можно даже прям вот то, что я вам Как бы озвучил Уверен, мужчина поймет И согласится с вами встретиться еще раз А вот если не согласится И вы будете просить еще Уговаривать Вот это да Тогда это уничтожение Но вы этого делать не будете Я думаю Потому что вы достаточно Такой уверенный в себе человек На этом все Надеюсь, что помог вам Если какие-то вопросы остались Обращайтесь в личку Помогу, если вам понравился мой ответ Буду благодарен, если сделаете его лучше Желаю вам всего доброго И удачи